Дин Мухаммед Ахметович Кунаев родился 12 января 1912 года в Алма-Ате. После окончания школы поступил в Московский институт цветных металлов и золота, где получил профессию горного инженера. В 1936 году после окончания института молодого специалиста направили на Балхаш, в горно-металлургический комбинат, где он успешно прошел путь от простого рабочего до директора предприятия. Там он получил свою первую медаль за трудовое отличие, которую ему в 1939 году в Кремле вручил председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. Далее Кунаева, как ценный кадр, переводят директором в ридерский рудник Лениногорского рудоуправления. В годы Великой Отечественной войны он отличался хорошей работой в тылу на крупных промышленных предприятиях, а затем и в правительстве. С 1942 по 1952 годы Кунаев работал заместителем председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР. В 1952 году стал президентом Академии наук Казахской ССР, сменив на время Цатпаева. В этот период Кунаев защитил докторскую диссертацию, активно работал в области горного дела и занимался наукой. Следующие пять лет своей жизни, с 1955 по 1960 год занимал пост председателя Совета министров Казахской ССР. В 1960 году Кунаев был назначен первым секретарем ЦК КП Казахстана. В 1960 году у Кунаева возникли сильные противоречия с руководством, а точнее с Хрущевым, из-за передела границ Казахстана. Первый секретарь ЦК КПСС хотел передать часть территории на западе страны, а именно полуостров Мангышлаг, Туркмения, а также часть земель на севере, России и на юге Узбекистана. Кунаеву удалось отбить почти все эти попытки и сохранить за Казахстаном эти территории, но отстоять южные районы в тот момент не получилось. Хрущев в этом вопросе остался непреклонным, и те хлопковые районы, которые принадлежали Казахстану, Кировский, Махтааральский и Житысайский, были переданы Узбекистану. Часть из них и по сей день не удалось вернуть. За подобные пререкания с центральным руководством Кунаев поплатился своей должностью. Хрущев снял его с поста первого секретаря, и в период с 1962 по 1964 год Кунаев вновь работал в Совете министров Казахской ССР, вплоть до прихода к власти Брежнева, который вернул его к прежней должности. С 1964 года и до отставки в 1986 году Динмухамед Кунаев успешно руководил страной в качестве первого секретаря ЦК КП Казахстана. Долгое время работал первым секретарем, членом Политбюро, входил в высшие круги руководства Советского Союза. Он курировал Казахстан и соседние Центральноазиатские республики – Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. Он, по сути, построил развитый промышленный Казахстан. При нем было построено 43 города. Промышленный потенциал Казахстана увеличился в 8 раз, экономические показатели удвоились, население страны выросло в 2 раза, объем производства сельского хозяйства увеличился в 6 раз. Практически по всем показателям был сделан большой рывок. Кунаев был от природы очень одаренным, целеустремленным и энергичным. В те годы люди очень много и напряженно работали, особенно в период руководства Сталина. Кунаев рассказывал, что у Сталина была привычка работать по ночам, и всем его подчиненным приходилось придерживаться того же графика. Они уходили с рабочих мест под утро, спали по паре часов и вновь возвращались на работу. Этот режим выработался у Кунаева на всю жизнь, и, возможно, в этом был секрет его уникальной работоспособности. Народ очень любил Кунаева за его доброту и бескорыстие. Он помог очень многим, и люди до сих пор помнят это. Когда он ушел из Академии наук и стал председателем Совета министров, то отказался от положенной платы за звание академика, составляющей тогда около 340 рублей. Он считал, что поскольку не работает в Академии наук, то больше не заслуживает этих денег. Кунаев распорядился, чтобы эти средства пошли в помощь детям и молодым ученым. Когда он ушел в отставку, у него, кроме квартиры и машины, больше ничего не было. Да и то машина досталась ему в качестве подарка после ухода на пенсию. Этот автомобиль и по сей день стоит во дворе его дома, ставшего с недавних пор музеем. Если, в общем, брать все его самые главные должности, то получается, что он стоял у власти около 42 лет. На тот период самым высоким знаком почета считался Орден Героя Социалистического Труда, Кунаев удостаивался этого звания трижды. Также восемь раз получал Орден Ленина и много других знаков отличия. 16 декабря 1986 года, в результате самого быстрого пленума ЦК КП Казахстана, длившегося 18 минут, Динмухамеда Кунаева обвинили в коррупции и освободили от занимаемой должности. Вместо него был назначен присланный из центра Геннадий Колбин. Смена руководства привела к масштабным народным беспорядкам. Ему предъявлялись разные обвинения, но потом они все были с него сняты, потому что не соответствовали истине и были надуманы и раздуты. Сейчас просто смешно о них вспоминать. Например, его попрекали тем, что он занимался возведением престижных городских объектов. Но он же их строил не для себя, а для народа. Отстранив опытного руководителя, центр назначил совершенно незнакомого и чужого для народа человека, который ничего не знал про Казахстан. Такое пренебрежительное отношение возмутило и глубоко оскорбило казахстанцев, и они вышли на улицы в знак протеста. Когда еще шли мирные митинги, племянник приходил к дяде и рассказывал, что творится на улицах. Он очень переживал, потому что подозревал, что Москва может применить очень жесткие меры для разгона демонстрантов. Так оно и случилось. Это была жесточайшая расправа, и очень многие в ней пострадали. Для Кунаева это тоже было очень тяжелым испытанием и сильно сказалось на его здоровье. Скончался Динмухамед Кунаев вечером 22 августа 1993 года в селе Акши Алакольского района Алматинской области в результате сердечного приступа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Акши Алакольского района Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok